Всем добрый день или доброе утро. Сегодня, видите, уже поджимаются сроки посадки картофеля. При глобальном изменении климата что происходит? Ну, как я всегда и говорил, то резко навалится жара, то резко придет холод. Ждать чего-то другого бесполезно, поэтому влага из земли уходит очень быстро и очень быстро только успевай что делать. Вот сейчас подошло время посадки картофеля. Товарищи дорогие, у нас в Сумской области, вот как мы видим, произошла большая проблема. Очень много картошки пропало от сухой гнили. Что делать с этой сухой гнилью? Чем марганцовкой полить или чем? Товарищи дорогие, вы никакой марганцовкой серьезные бактериально-вирусные заболевания на картофеле не подавите. Первое, это смена сортов. Но если нет возможности, нет денег на смену сортов, то, пожалуйста, есть препарат. Называется он Максим. Это уникальный и единственный препарат в мире, который позволяет убить 40 врагов картофельной клетки. Итак, у меня здесь линейка препаратов. Если я буду только работать от болезней на 40 видов заболеваний, которые на картофель, микрофлоры, которые идут, негативные, то это будет, ну как бы сказать, не экономически невыгодно. Надо сразу в один раствор залить и препарат от колорадского жука, от хрущей, от проволочников и других вредителей. Это препарат броня. То есть это аналог престижа. Только, как говорится, не 40 градусов, а градусов 70-80, как первачок. Делаем маточный раствор. Даем сюда, например, 100 миллилитров Максима. Надеюсь, эту программу увидят, ну хотя бы 100, 200, 300, 500 человек и рассказывают еще под двоим. И получится хоть 1000 человек. А потом все расскажут, что Семич рассказывал про вот этот протравитель от сухой гнили. Вот это все будет маточный раствор на 100 килограмм картошки и растворять вот его в одном литре воды. Вот этот маточный раствор. Потом я беру препарат броня. Он рассчитан на 100-120 килограмм картошки. Выливаем сюда препарат броня. То есть броня с Максимом у нас смешивается. Желательно все это делать в перчатках, потому что, как это делает Виктор Ананиш, лучше не делать. Максим есть от болезней, от сухой гнили. Картошка гнить не будет. Броня есть от жука. Добавить надо вот препарат для увеличения количества бульб, количества завязи. Берем вот этот фумар, ампулу и вскрываем. Добавляем сюда для увеличения клубней, для увеличения корневых мочек. Наливаем водичку. Делаем маточный растворчик. Почему нельзя выливать сразу туда? Потому что он неравномерно растворится. Я уже этому учил не раз. Броня есть, Максим от болезней есть. Фумар для увеличения количества бульб на 30-40% урожайность. И холодостойкость культуры. И если заморозок будет идти, он от заморозок придерживает хорошо растение. Мы берем биоглобин. Для чего? Организм требует белка растительного. Мы оттуда килограммы можем прибавить. Но чтобы прибавились килограммы этого белка, нужно быстрее, чтобы делился этот белок и нарастал. С чего он нарастает? Вот мы и даем живой белок, биоглобин. Вот на 100 килограмм картошки нам хватит флакончик 50 грамм. Я бы добавил еще вот сани картофельный. Сани картофельный, это уже будет последний штрих, как говорится, хорошему алмазу. Красивое обрамление, да? Поэтому мы берем, видя, что это экологически чистый нормальный препарат для стимуляции прорастания. Идет у нас для стимуляции прорастания, особенно для корнеобразования, фумар. А это последний штрих. Здесь сделать на 100 килограмм приблизительно полфлакона. Больше не надо. В общем, мы все это выливаем в опрыскователь и начинаем обрабатывать. Как бы для многих сумчан, которые технологиями не владеют, это как бы какая-то серьезная наука. А я вам скажу, ну ничего здесь серьезного нет. Просто надо ко всему относиться более-менее с научным подходом. В данном случае я на сегодняшний момент сделал очень простую вещь. Я постарался подлечить картошку от сухой гнили. Для этого я использовал Максим. Я дал стимулятор роста фумар и биоглобин для увеличения количества завязей. И для общего повышения урожая я дал стимулятор удобрения санни. Она называется картофельная. Ну а броня, естественно, против жука. Вот мы берем и опять табелочку делаем. Вот очень просто происходит табелочка. Думаю, всем все стало понятно. Если кто что не понял, прошу приходить в Дом природы. Если есть возможность, я там буду, все вам в Доме природы о возможности расскажу. Или кто-то очень серьезно интересуется, можете взять мой телефон и звонить мне прямо по телефону. Но до 10 вечера. После 10 я сплю. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я хотел бы поговорить о такой актуальной теме, как обрабатывание участка под будущую посадку или посев культур, который мы будем кушать. Сейчас мы будем обрабатывать вот этот вот засоренный прием сорняком очень известным в селах. И не только в селах, на приусадебных участках его достаточно много. Есть рациональные методы, да, пройтись гербицидом по зеленой массе. И в результате получить отменный чистый участок. Трава сгорает, превращается в абсолютно органическую массу, неживую. Но сейчас мы поработаем руками. Руки это очень полезный инструмент. Он развивает не только мышечную массу, да, но и головной мозг. Поскольку здесь множество точек, которые связаны с головой. Голова должна работать, а вместе с ней должны работать руки и ноги. В чем плюс вот это вот приспособление? Я хочу именно о нем сегодня и рассказать. Плюс огромен. Не говоря уже о самом изделии. Его производит Россия. Вот. Качественные материалы. Очень качественные зубья. Особая форма торнадо. Он называется. Я беру, поворачиваю вот эти вот элементы. Ручки. Вот. По часовой стрелочке. Ну, можно и против часовой, по желанию. Кому как нравится, но против часовой не получается так. Вот. Поэтому берем, достаем корешок. Раз. Стряхиваем. Вот. Зацепили. То есть в чем плюс? Мы достаем растение. Вот. Отряхнули его. Полностью, да. Вот корень. Также у него есть функция, скажем так, делания дыр в земле, да. То есть мы под посадку определенных культур можем делать луночки. Вот. Эти луночки небольшие. Вот как они делаются. Смотрите. Мы снова-таки поворачиваем. Дважды, трижды. Вот. Далее. Что очень важно. При том, когда мы захватили определенное количество земли, это примерно вот столько, да. Мы должны прокручивать сам инструмент. и доставать эту земельку. Вот. Пожалуйста. Мы тратим немного усилий. Мы получаем качественную ямку, куда мы можем посадить и клубничку, и кустарничек, и томаты, и огурчик. Все, что вам понравится. Вот. В дальнейшем. Что еще может это чудо-инструмент? Не столь важна сама комбинация его возможностей, сколь понимание того, что инструментов существует множество. И для себя подобрать для своего участка можно любой инструмент. И поэтому сейчас я покажу, как обрабатывается земля. То есть нам необходимо вспушить земельку. Для чего? Для того, чтобы произвести посадку либо картофеля, либо любых других культур. Вот. Как это делается с помощью торнадо? Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Достаточно просто. Вот. Понятно. Эти инструменты подходят даже для целины, где земля не обрабатывалась 20-30 лет. То есть вот так. Можно понаблюдать, изучить, понять, как они работают. И в результате применять для упрощения работы и экономии времени. Что немаловажно. Тот, кто экономит время, экономит энергию, способен вложить ее в семью, способен сделать что-то доброе, хорошее для других. К чему мы и стремимся, показывая вам новые инструменты и возможности. Мы стремимся помочь вам освободить свое время, руки, ноги, чтобы вы спокойно могли уделить время своим родным, близким и тем, кто этого заслуживает. Спасибо вам большое. С вами были Семичи. Спасибо. После других работ все-таки надо очень важно посмотреть, что с клубникой делается. Вот этот ягодный сани, который я дам для подкормки клубники. Для подкормки клубники мы с того года используем вот здесь биоглобин. Биоглобина на одну заправку опрыскивателя, чтобы обработать приблизительно до двух соток клубники, надо 10 миллилитров. Ну, мы берем на 5 литров воды 5 кубиков биоглобина. Ну, можно и 10. Биоглобином не перекормишь. А вот если сани, то строго по инструкции 10 миллилитров на 10 литров воды. Ну, пока я буду смешивать сани с биоглобином, я беру ампулу фумара, добавляю. Если придет заморозок или приморозок, то чтобы клубника меньше поражалась. Фумар я добавил биоглобин для того, чтобы была крупнее ягода. Биоглобин даст крупную ягоду, а фумар даст возможность ускорить созревание этой ягоды, увеличить прирост корневой системы. Ну, и, естественно, я дам то, из чего это быстро будет прибавляться. Ну, удобрение сани. Вот у меня мерный колпачок упал, я открываю это сани и даю максимум 10 миллилитров. Ну, надо брать, я знаю сколько это, вот так вот. Раз, все. Это 10 миллилитров. Выберите специальный шприц или вот мерный стаканчик. Здесь можно отмерить 10 миллилитров. Но нам еще очень важно поработать от болезней. От болезней у нас с вами, от вирусов, чтобы была чистая клубничка, у нас препарат свитч. У нас все-таки вирусные заболевания будут свирепствовать на нашей клубнике. Почему? Потому что лето очень жаркое бывает, очень сильно активное солнце. На вот этот стаканчик мерный, то есть две пачечки свитча. И этого хватит, всего раствора, что я сделал, биоглобина, сани и фумара со свитчем, хватит на 6 литров воды. Вот так вот. Ну, то есть вот это все потом мы сюда выльем. У нас получается такая вот смесь лечебно-подкормочная. Ну вот, я думаю, объяснил все доступно, понятно, что здесь свитч шел как лекарство от вирусов и грибковых заболеваний, чтобы был идеально чистый лист. Вот, что здесь шел препарат сани ягодный для того, чтобы больше было ягод, чтобы биоглобин мы применили для того, чтобы эти ягоды были крупнее. Вот биоглобин. Все это мы, получается, обязаны сейчас сделать. И тогда у нас будет здоровая и прекрасная клубника. Ну, а те, кто не понял, о чем, как бы, ну, бывает такое, то я всегда рад буду ответить на эти вопросы. Или в Доме природы, или, если надо, возьмите мою визитку прямо с огородов, со своих, можете позвонить мне по телефону. Ну, а на этом хочу вам пожелать еще раз, как всегда, по традиции, здоровья, мира и любви и добра вашим семьям. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok